Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. В данном видео вы услышите информацию от Анжелы Киноян. Для тех, кто не в курсе, это человек, который еще в начале 2018 года, то есть больше года назад, создал инициативную группу, которая решила разобраться в юридической стороне вопроса по функционированию компаний Квестера Ворлд, Агам, Леонора, Фуам. Как вы знаете, в 2017 году Рабала, Гелоберт очень красиво раздавали обещания. Например, было обещано, что уже в сентябре 2017 года будут подключены платежные системы. Также Рабала подписал меморандум, согласно которому в Казахстане в течение месяца уже будет подключен вывод, в том числе будут банковские карты, но ничего из этого сделано не было. Потом осенью, в ноябре 2017 года, было объявлено, что компания продается некоему корейцу Супхану, но прошло полгода, и этот вопрос так и остался подвисшим в воздухе. В 2018 году Анжела и ее команда наняли юриста-международника, чтобы он провел правовой анализ деятельности вышеупомянутых компаний. И видео о результатах этого анализа я публиковал еще в прошлом году. Но работа этим не ограничивалась. По сути, за последний год они работали с несколькими юристами, которые работали независимо друг от друга. Плюс велась активная переписка, например, с прокуратурой Кабо-Верда, и были тоже определенные препятствия в этой работе. И Анжела расскажет, собственно, как они эти препятствия обходили. Поскольку материала получилось достаточно много, на пару часов продолжительностью, поэтому, чтобы не делать один огромный видеоролик, я решил разбить его на несколько частей. И вы сейчас услышите первую часть. Сразу хочу сделать уточнение, что та информация и то мнение, которое Анжела высказывает, это ее информация и ее мнение. То, что я публикую это на своем канале, не означает, что я на 100% со всем согласен. Например, что касается того суда, который происходит сейчас в Казахстане, думаю, что я позже запишу отдельное видео по данному вопросу и выскажу свое личное мнение. Но здесь, в этом видео, вы услышите мнение Анжела. Итак, поскольку Анжела высказала достаточно много информации, и если суммировать это все, получается, порядка двух часов, и, наверное, делать один длинный двухчасовой ролик было бы слишком утомительно, я решил разбить его на несколько коротких частей. Итак, вы сейчас услышите первую часть. Добрый день, здравствуйте. Наверное, многие помнят, в прошлом году я записывала видео, где говорила, что мы собираем группу для того, чтобы вообще узнать, что это за такие компании, 5wins, Agam, Questro, Leonora, что там еще. Я представлюсь. Меня зовут Анжела Лаврентьевна Киноян, город Владивосток. Я записывала видео в феврале 2018 года, где мы говорили о том, что хотим, чтобы адвокат-международник сделал запросы и узнал, что это за компания. То есть мы тогда запросили, сделали запросы и выяснили, что это за компания. И стоит предпринимать какие-то сейчас движения, а именно писать заявление, требовать свои деньги назад по договору, согласно тело вклада, а ни в коем случае не проценты, которые там набежали. Чтобы подтвердить, что есть тело вклада, делаются скрины, соответственно, личного кабинета, где видно, когда, какого числа, сколько у вас переведено денег. И есть письма, которые приходили вам на почту, которые тоже говорят, ну, лично у меня, да, и у многих, что вот вы стали инвестором, и на ваш счет поступило такое-то количество денег. И видно, с какого аккаунта это переведено. Я хотела поделиться. Просто много очень вопросов и много дезинформации. Люди введены в заблуждение на самом деле. И многие пребывают еще в иллюзиях, что компания откроется. Я сейчас скажу два ключевых сообщения, из которых станет понятно, вообще ожидать вывода или нет. Первое. В отношении компании Агам в 2016 году было открыто, возбуждено уголовное дело на территории КБ Верда. Я прошу обратить ваше внимание. Есть номер уголовного дела, да. И, значит, компания Агам была создана в 2016 году. И в 2016 же году уже было на них открыто уголовное дело. Это первое важное такое сообщение, информация, которую следует знать и учитывать. То есть всех людей, кто заходил в Агам, да, уже с самого конца 2016 года и в 2017 году людей заманивали, завлекали в компанию, которая юридически не белая, не чистая, понимаете, не честная. Второе важное сообщение, которое вам стоит знать, и это очень важно, это что компания 5wins Asset Management, то есть компания 5wins, ее просто юридически не существует. Она даже не была учреждена. Ее нет, понимаете. Поэтому и доказывать, что вас заводили в пирамиду, здесь необходимость отсутствует. То есть мы все помним вот это замечательное видео, которое мы и отправили в Генеральную прокуратуру КБВРД, когда господин Рабала утверждал, что он является владельцем двух компаний Агам и 5wins. И он говорил, что создана компания 5wins, и она создана, и будут в нее переведены инвесторы из компании Агам, а именно инвесторы России, стран СНГ, стран Европы. Так вот этой компании нет, она не учреждена. Информация эта, вот это два основополагающих таких постулата в данном случае, от которых надо отходить. И да, возможно, вывод и будет, но только в том случае, если вдруг у организаторов проснется совесть. Ну или я не знаю, какая причина должна произойти, чтобы открылся вывод. Понимаете, когда вот у нас это третий адвокат, он когда узнал, что компании 5wins не существует, он сказал, Анжела, вас всех перевели в компанию, которой просто нет, она не существует, ее юридически нет, она мертвая. Ну то есть она даже не умерла, ее просто, она даже не рождалась. А в отношении Агам, вот я и сказала уголовное дело с конца 2016 года. Знали это люди, которые вас туда заводили, знала ли об этом Ольга Анатольевна Клильнард, знали это Сергей Кравцов, Станислав, Джураев, Фанис, Соловьева, Елена и активные участники. Я не знаю, и никто этого не знает, ведь никто не знает, что в голове у этих людей. И вполне возможно, что они пребывали в заблуждении и вводили в такое же заблуждение большое количество людей. Валерия Черенкова, в том числе, Татьяна Гутник. То есть это те люди, которые вас вводили в заблуждение. А знали они об этом, что компания существует или нет? Ну, это знают только они сами. Когда нам это стало известно, вот тогда адвокат и предложил алгоритм работы, что надо делать. Я сразу хочу сказать и предупредить, что мы ведем это дело, проводим совместно с Генеральной прокуратурой КБ Верде. Но здесь нет, это не фильм, это никакой не детектив. То есть мы не ловим на этом хайп. Информация, которую мы получаем, вот она официальная, она достоверная. Но, вот знаете, мне, допустим, пишут в личку, спрашивают вопросы. Это не боевик, где все быстро, здесь все медленно. И обычно вот такие вот дела уголовные, они, как правило, они медленные, да. То есть, естественно, та сторона противодействует, они сопротивляются, они имеют право против себя не свидетельствовать, да, они не говорят всю правду. И поэтому, вот когда нам говорят, что вот, вы уже там деньги получили, не получили, а у вас ничего не получилось, ну да, мы еще деньги не получили, да, соответственно, да. И суда еще в КБ Верде не было, точно, абсолютно правильно. Но мы не рассчитывали здесь на быстрый результат. То есть, кто хоть раз участвовал в судебном процессе, и вообще, кто знает, что такое все эти расследования, он поймет, что это может длиться годами. Но это все посильно и по деньгам, ну и по времени, то есть, все это можно вполне, в общем-то, совместить с основной своей жизнью. Информацию, вот которую я даю, ее мало. Она будет укладываться буквально у вас, вот я сказала, что в отношении компании АГАМ уголовное дело, да, открыто, возбуждено на территории КБ Верда с 2016 года. И обращаю ваше внимание, в 2016 году АГАМ и была учреждена, и уже в 2016 году уже было возбуждено, открыто в отношении нее уголовное дело по подозрению в создании финансовой пирамиды, да, и что компания «Файвинс» никогда не была учреждена, ее просто нет. Вот это вот подтверждено тремя адвокатами. Да, вот в феврале 2018 года мы обратились к адвокату, у которого стаж более 20 лет, у которого магистратура была закончена за рубежом. То есть, он очень востребованный, и он знает себе цену, ну, то есть, он очень опытный. Вот он, допустим, когда про АГАМ выписку посмотрел, изучил, ну, договор изучил, само собой, да, и убедился, что компании «Файвинс» нет, он сказал, значит, пока, то есть, есть на сайте, ну, учредительные документы компании «Файвинс». Я говорю, да, что-то там есть, что-то она учреждена, что подтверждает, что она есть. Он говорит, ну, вот пока, значит, будет мудро помолчать об этом. Вот, и тогда я записала видео, что вот юридическое заключение, которое сейчас у Андрея Жарикова есть на канале, да, и там мне говорили, что юридическое заключение на тройку вообще никакое, это и так из договора, да. Но так было задумано, что как раз тогда «Диего» появился, чтобы посмотреть, собственно, а что будет дальше. Поскольку я не ожидала услышать такую информацию, что компании «Файвинс» не существует, ну, вот тогда же я обратилась еще ко второму адвокату. Именно по этой причине я ее затянула и записывала вот это юридическое заключение не так быстро. Он подтвердил, что тоже компании нет. Вот. Ну и, в общем, когда я уже убедилась от двух адвокатов, что ее нет, да, я озвучила юридическое заключение, но он мне озвучил, что компания «Файвинс» вот не существует, не учреждена. третьего адвоката, который ведет нас и по сию пору, я тоже, когда к нему обратилась, я не стала ему сообщать о том, что компании «Файвинс» нет. Я просто сказала, что, ну, вот, наверное, надо сделать выписку, потому что адвокат брал ее в феврале первой. И он занялся. Значит, на компанию «Агамон» очень быстро тоже получил всю выписку, подтверждающую документы, что компания есть, да, а компании «Файвинс» нет. Он мне писал, «Анжела, а точно вы знаете, что компания «Файвинс» существует?» Я говорю, ну, посмотрите, может, в Швейцарии. Он делал дополнительные запросы, в том числе вот КБВР, да, то есть в организацию, которая именно регистрирует, да, учреждает эти компании. Он сказал, такой компании нет. То есть вас всех перевели в несуществующую компанию. Вот, то есть я хочу сказать, что люди, которые приглашали людей «Файвинс» уже после 2017, а, в 2017 году, осенью, да, в сентябре, они заводили людей в компанию, которой нет. То есть, а ее нет, здесь и доказывать нет, что это не надо, что это финансовая пирамида. Вот что из этого, собственно, и следует. Я сразу поясню, почему мы были вынуждены отказаться от первого адвоката. Человек берет дела уже такие, он уже выбирает, какие дела брать, которые будут быстрые, да, и дадут ему быструю оплату. Ну, и оплата у него тоже такая, ну, достаточно большая. Вот, то есть он уже вот само, ну, он утвердился, вот, и поэтому работать с ним было несколько тяжело. Поэтому мы и отказались. Но первое юридическое заключение делал именно он. Вот, когда мы получили подтверждение, что компании «Файвинс» нет, вот, то адвокат предложил нам алгоритм работы. Цель этого вообще алгоритма была, естественно, для того, чтобы вернуть нам деньги, сделать эту попытку, попробовать. И, естественно, если ты пробуешь, то шанс получить у тебя и больше, чем тот, кто вообще ничего не делает и наблюдает. А второе, если, ну, по крайней мере, наказать людей, ну, привлечь к ответственности, да. Вот, еще раз хочу обратить ваше внимание. Я даже и не подозреваю людей в мошенничестве. Я не знаю, что было в голове у Валерии Черенковой, у Татьяны Гутник, у Ольги Анатольевны Клинарт, у Фаниса Джираева, у Сергея Кравцова, у Станислава Кравцова, у Елены Соловьевой, ну, у активных участников. Я не знаю, понимаете. Я еще раз говорю, что люди могли быть в заблуждении, да, действительно, и вводили в заблуждение, но это означает, что эти люди очень опасны для общества, понимаете. А может быть, у них скрытая шизофрения. Это к тому, что пусть следствие разберется. То есть это люди очень опасны. Если они смогли завлечь людей, да, такое большое количество людей, и столько принести людям горя, да, то есть вот денежные человеческие ресурсы, да, вот время, люди вдохновлялись. Конечно, любой человек хочет, понимаете, достатка, благополучие, процветание, потому что все любят своих людей до слез, до боли в сердце. И поэтому, когда мне сейчас говорят, что это люди, которые были просто очень активны, вот пишут сейчас, вот, Кенесары Карамаева и троих обвиняют, да, что он просто активный, что ничего они не делали. Да я не против. Да, он активный. Но, понимаете, давайте рассмотрим. Либо это просто преступная халатность, то есть как человек мог звать людей в компанию и не удостовериться, что это действительно чистая белая компания, что в отношении ее нет ни уголовного дела, понимаете. То есть брали у людей 30 тысяч, 90 тысяч евро, 70 тысяч евро, 60 тысяч евро, понимаете. Людей, вот именно, понимаете, вот на эмоциях брали. Все хотят своим детям достатка счастья. Все любят до слез. Все, все до боли в сердце. Конечно, им всем им хочется. Но они могли потратить три месяца, вот та же самая Ольга Анатольевна Клинар, та же Гутника, это Татьяна, та же Черенкова Валерия, тот же Кравцов, Джураев, да, и сделать запросы, обратиться в консульство, чтобы им помогли. И все бы это выяснилось. И они бы уже сказали, ребят, нет, это не та компания. А ведь что получилось, вот они это не проверили. Ну, или, значит, это преступная халатность, это безответственность. То есть это уже те люди, которые не такие овечки, не такие жертвы, как вы пытаетесь выставить в своих комментариях. Второе, если они просто прятали голову в песок и не хотели знать, что, даже узнавать, что это не чистая компания, даже подозревать ее не хотели, то это говорит тоже о такой, знаете, эмоциональной незрелости. Значит, за такими людьми тоже не стоит идти. И третий вариант, когда люди знали, что это действительно мошенники, что действительно компания нечистая, но никому об этом не сказали. Но мы об этом никогда не узнаем, потому что либо они в этом признаются, либо нет. Поэтому говорить о том, что они овечки и жертвы, ну, может быть, они и жертвы, но тогда это преступная халатность, безответственность, и значит, им надо посидеть и подумать вообще, что пора бы повзрослеть на самом деле. А когда им люди заглядывали в рот, и когда они себя мнили чуть ли не богами, финансово грамотными, да, и заводили, то есть им нравилось собирать эти лавры, а сейчас, значит, они приходят в зал суда, садятся на места потерпевших и говорят, что такие же они жертвы, да, что вошли они на 90 евро. А на самом деле брали с людей огромные деньги, да, вот Бахыт, например, там, да, вот когда было на первом судебном предварительном заседании. И здесь же хочется еще сказать, что если бы они, ну, действительно были люди порядочные, ну, взяли они у людей деньги, ну, купили они недвижимость, купили что-то своим детям, ну, вот уже вот так вот произошло. Ну, что прятаться-то, голову вперед, что? Ну, да, ну, вот все, ну, действительно, и уголовное дело, и компании «Файвинс» нет. Значит, надо, наверное, собрать тех людей, у которых брали деньги, сказать, «Ребят, ну, да, ошиблись, с кем не бывает, ну, хотели как лучше, ну, давайте так, то есть, да, ну, я вижу, что вы написали заявление, я понимаю вас, потому что, ну, вносились такие огромные деньги, давайте, ну, вот продаю, остаюсь при том, с чем вошла в компанию, да, то есть была моя квартира, она при мне останется, все, что купила на деньги, которые собрала от вас, ну, к примеру, я продаю сейчас, возвращаю, сколько могу, и, естественно, также обращаюсь к тем, кому я эти деньги отдавала, чтобы они тоже мне вернули, и следствию сказали, кому эти деньги выше уходили. То есть вот таким образом должна раскрутиться цепочка, то есть вот я, да, допустим, внесла деньги на сына, мой сын сказал, что вот моя мама аккаунт создала, да, и внесла на меня такую-то сумму, сама зашла на 90 евро, но я к маме претензий не имею, да, мама же хотела как лучше. Дальше я, соответственно, пишу заявление на Виктора Викторовича, и говорю, что вот Виктора Викторовича я ему отдавала лично деньги, жена у него Александра, да, вот мы с ней созванивались, вот видно, что у меня есть почта, видно, что мне поступили деньги, вот что я стала инвестором, вот скрины моего личного кабинета, это подтверждение договоров, договора не обязательно за рубежом, вообще очень важны, в том числе скрины ваших личных кабинетов, и подтверждение вашей почты, на которой вам приходили письма, о том, что вы еженедельно получали прибыль, и о том, что вы стали инвестором, да, там Виктор Викторович приходит и говорит, я отдал там, допустим, Панченко и Елене Владимировне, да, к примеру, которая себя провозгласила Маленой, да, писала там видео. Соответственно, дальше там приходит Елена Панченко и говорит, что да, я, ну, каюсь, вот так, так и так, но это же не означает, что посадят, понимаете, тот, кому я отдала деньги, и кого мы выше, то есть здесь надо просто сесть и вот именно в этой ситуации разобраться, Богу во славу, людям на пользу, а не так, что они начали вдруг менять телефоны, шифроваться и говорить, ну, слушай, карма у тебя такая, да, что, ну, что же делать, ну, на ком-то это должно было закончиться, да, а вот, то есть, у них получилось заработать там, или, по крайней мере, в паритет уйти, вернуть свои деньги, а то, что у вас не получилось, это значит, ну, судьба у вас такая, да, ну, а на самом деле я так не считаю, к примеру, да, я совсем по-другому думаю, давайте разберемся, то есть и выйдем на, естественно, активных участников и организаторов, по кому уходили деньги? Понятно, что всех денег уже не вернуть, но часть-то попытаться можно, ты у меня взял деньги, ну, или, к примеру, я не только себя имею в виду, вот, допустим, вы отдали кому-то деньги, он у вас взял деньги, пусть вернет хотя бы часть, да, и также обращается к тому, к тому он дал и скажет, слушай, ну, ты посмотри, что компания-то, посмотри, какая, нет никакой компании, давай как-то разруливать эту ситуацию, но они же покрываются, они прячут голову в песок. Вы знаете, когда вот адвокат писал нам вот эти шаблоны в МВД РФ, Российской Федерации, и в МВД Казахстана, и в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, и в Генеральную прокуратуру Казахстана, я спросила, люди боятся писать, потому что, ну, кто-то отдавал своей сестре, кто-то подруге, неужели посадят? Он говорит, нет, нет, цель раскрутить эту цепочку. Нет, посадят однозначно того, кто будет часто мелькать, кто будет часто в этих заявлениях, это, и если человек не предпримет никаких шагов, да, для того, чтобы, если он будет вскрываться, покрываться, да, однозначно, но, если, ну, к примеру, вот, допустим, ну, вот, допустим, если я отдала человеку, ему отдавало еще человека три, крупные суммы, но, ведь можно же, я же не требую, и многие, вот, ну, у меня в группе люди, это не те, кто вот приступает, прямо за шиворот берет и говорит, отдай деньги, то есть, ну, то есть, понятно, что человек хотел заработать, это нормальное человеческое желание, понятно, что горела где-то жадность, но давайте разбираться, идите тоже, пишите заявление, то есть, давайте выясним, те, у кого чаты по 500, по 700 человек, ну, я понимаю, что это люди, вот, по большей части тоже безграмотные, которые вдруг, вот, понимаете, вдруг 500, 700 человек, да, вот, на них такая ответственность, и такие люди им заглядывают вроде как в рот, и прислушиваются к их мнению, и подобострастно к ним относятся, конечно, ну, они не смогли отказаться, да, от такого внимания, вот, а когда люди стали высказывать возмущение, из чатов людей стали удалять, в какой стадии, ну, если ты любила получать вот такие медовые, сладкие восхваления в свой адрес, давай и свою, и критику тоже получай, и давай как-то решать эту ситуацию, а не сидеть там, и как они говорили, да компания жива, как вы смеете даже подозревать, да при чем здесь подозревать, мы запросили, и мы даже не подозреваем, мы знаем, это было отступление, то есть, почему мы идем, мы не собираемся никого там брать, и приступать к стене, то есть, не собираемся там убивать людей, давайте просто разберемся, и если там, как писали из Казахстана, что брат на брата, то есть, не пишите, разберемся, но вы же не отдавали людям деньги, поэтому люди и пошли, в общем-то, собственно, в МВД. Итак, это была первая часть информации от Анжелы Кенаян, следующие части я буду выкладывать по мере готовности, поэтому следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, с вами на связи был Андрей Жариков, всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова